Ребят, всех рад приветствовать на своем канале Тимуха Лайв, случайных пользователей и подписчиков моего канала. И в этом видео хочу вам рассказать, это большой секрет, отключи слежку и прослушку в телефоне. Значит, я никого не удивлю, если скажу, что ваш телефон за вами следит. У него есть возможность подключиться к камере вашей, посмотреть, чем вы занимаетесь. Есть доступ к микрофону подключиться, прослушать, что вы говорите. Есть доступ проследить полностью ваши действия на самом телефоне. Историю, куда вы заходили, что вы искали, и таким образом выкинуть вам какую-то информацию. Об этом я расскажу в этом ролике. Ну а пока подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео большой лайк. Ваши лайки мотивируют снимать меня новые ролики. Ну и расскажите о этом видео своим друзьям. А мы погнали. Итак, сегодня расскажу вам еще одну фишку, которая использовать ее, когда вы будете, вы сможете отключить прослушку. А именно, камера, чтобы за вами не следила, и микрофон, чтобы вас не слушал в приложениях. Мы частично сами виноваты, что мы даем приложениям большой доступ в использовании нашим телефоном. Вот, к примеру, я целую неделю подбираю себе ноутбук, который я хочу приобрести, и мне реклама выскакивает ноутбуков. Зайду в YouTube, мне выскакивают ноутбуки какие-то классные, там, да, новые. Зайду в другие приложения, в Google или какие-то приложухи просто сторонние, мне тоже выскакивают эти ноутбуки. Как я с этим борюсь, вам сегодня покажу. Многие из вас знают о этом способе, красавчики, ну а кто не знает, сегодня узнает. Для этого вам необходимо просто перейти в настроечки на своем телефоне и следовать моими дальнейшими действиями. Значит, в вашем телефоне есть такое, как приложение и уведомления. Нажимаем сюда, и здесь у нас, смотрите, очень много приложений. У меня их действительно очень много, и я им стараюсь всем запретить доступ. Но оставляю только Инстаграму, тем приложениям, где нужна камера. А вот, к примеру, давайте я вам покажу, сколько у меня приложений установлено, да, то есть их много. Я их чищу, удаляю периодически и так дальше. Значит, смотрите, не буду всем говорить, что это за приложение, всем мы пользуемся им ежедневно. И вот зачем этому приложению, скажем, наш доступ к камерам и доступ к микрофону. Значит, смотрите, переходим в приложение, допустим, выбрали любое приложение, абсолютно. Вы будете удивлены, но кто знает, кто знает. И тут, смотрите, есть пункт такой, разрешение, да. Уведомления я отключил, чтобы мне не приходили никакие уведомления, разрешение. Смотрите, местоположение разрешить только в активном режиме. Если я пользуюсь, да, я могу тоже отключить микрофон. Смотрите, хопа, микрофон у меня разрешить. Зачем, чтобы в Google был микрофон? Я это запрещаю. Далее, видите, я ранее запретил камере, контакта, микрофон, хранилище. Он сюда не имеет доступа зайти без моего ведома. Итак, смотрите, вот Авторио, к примеру, это у нас в Украине такой сайт, где автомобили продаются. Тоже, вот по сути, зачем, ну, к камере там, да, еще доступ какой-то нужен, потому что ты автомобили, ну, вылаживаешь в своей галерее. И доступ Авторио запрашивает. Ну, а к примеру, зачем ему доступ к этому, к микрофону, я не пойму. То есть, я это все отключаю. И вот такие приложения, знаете, удивляют, когда ты заходишь в какое-то приложение, не хочу рекламу никакую, да, сделать, но просто ты заходишь в любое приложение, и у тебя там стоит доступ, разрешение на все, что не нужно этому приложению. Вот, смотрите, опять-таки, Инстаграм зашел, да, здесь камера разрешена, ну, камеры я разрешаю, да, местоположение, ну, разреши только во время использования, я могу запретить. Микрофон, зачем сюда микрофон, запрещаю. Хранилище, ну, хранилище нужно, да. То есть, по сути, вот это приложение имеет доступ ко всем моим настройкам в телефоне. Оно может зайти в камеру, да, посмотреть, что я, чем я занимаюсь, ну, разработчики могут зайти, местоположение посмотреть, где я нахожусь, да, хранилище, то есть, они могут зайти в вольном доступе, у них находится все, что я фотографирую, все видео, да, контакты, они могут просмотреть все мои контакты, с кем я общаюсь, микрофон, то есть, подключиться, послушать, что я делаю. А после этого сделать вывод какой-то, да, и кинуть мне рекламу, ну, это мы так думаем рекламу, ну, какие-то могут действия и другие сделать, знаете, там, в своих целях. Дальше телефон тоже могут, все-все-все, видите, даже телефон, они, что доступ до этого приложения, телефон, они могут полностью контролировать мой телефон, я это запретил. И вот так вот пройдитесь, просто присмотрите те приложения, которые, знаете, я иногда смеюсь, захожу в приложение, где там я просто какие-то обои, да, скачал на свой телефон, и у меня есть доступ к микрофону, к всему, а мы потом удивляемся, почему нам выскакивает реклама. Просто-напросто мы сами, как я уже говорил ранее, виновники этого, и нужно потом в режиме вручном все заходить и выключать, потому что если мы не хотим, чтобы нас прослушивали, мы не хотим, чтобы нас смотрели, это все нужно скрывать. Иногда смотрю видео на ютубе, меня тоже удивляет, так там что люди делают, просто берут какой-то скотч, да, или изоленту, и вот эту камеру, фронталочку заклеивают, чтобы не было доступа, то есть к этому, к этой камере доступ есть, могут просмотреть, а фронтальной нету. И весь смотрел видео тоже в ютубе, показывал мужик, как он заходил через одну программу и смотрел через вот эту камеру, что находится в помещении, фронтальную переходил на микрофон, так что это вот тема, знаете, очень актуальна. На моем канале есть много интересных видосов на тему прослушки, как отключить прослушку в телефоне, вы посмотрите, перейдите, действительно интересные ролики, снимал я их более двух лет назад, они набрали больше двух миллионов просмотров, и действительно ребятам нравится, так что вы перейдите еще, посмотрите, кому интересна вот эта тема прослушки, потому что она мне интересна, я ее развиваю всегда на канале, и рекомендую тоже вам. И вот так вот, друзья, переходите на свои приложения, и все, все закрывайте, потому что действительно некоторые приложения имеют доступ полностью к вашему телефону. Сами проверьте, если не верите, зайдите в любое приложение у себя и посмотрите. Я уверен, что у каждого из вас сейчас вот есть доступ. И напишите, кстати, в комментарии, стояли у вас на приложениях вот эти все разрешения, которые вы не знали, потому что я действительно не знал, и когда узнал, сразу же вам это рекомендую и показываю. С вами был Тимоха Лайв, до скорого, если это видео вам стало полезным, действительно, поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал и расскажите своим друзьям. Наверняка они тоже не слышали о этой фишке слежки. Всем пока, до скорого. Подпишись, не ленись на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok